Вы бы точно не хотели пропустить сегодняшний выпуск. Мы верим в Иисуса, но многие из нас не понимают, что Иисус — это путь к Отцу. Мы на пути. Но знаем ли мы, куда идем? Именно. Оставайтесь с нами, и вы все узнаете. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Равина. Я молюсь о том, чтобы Бог-Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Будьте обильно благословенны. Пусть Бог благословит вас, возлюбленная. Шалом. Меня зовут Рави Шнайдер. Добро пожаловать на этот выпуск передачи «Узнавай еврейского Иисуса». Мы проходим важный цикл, который называется «Кто такой Отец?». Я верю, что этот цикл может изменить вас. Я попрошу Отца благословить нас. Наш Бог-Отец, Отче, я прошу тебя рассказать своим детям через эту передачу, как сильно ты любишь их. Помоги нам по-новому познать тебя как Отца. Я молюсь во имя Иисуса. Пусть тебе вся слава да прибудет. Авва наш. Аминь и аминь. Библия говорит нам в послании к римлянам, что когда мы приняли Иисуса, то приняли дух усыновления, которым мы взываем Авва-Отчим. Папа-Отчим. Еврейское слово «Авва» — это термин, который говорит о близости, о таких взаимоотношениях с Отцом, когда мы знаем Его как Папу, а не просто строгого воспитателя, что является одной из главных функций Отца. Мы знаем Его близко, знаем, как сильно Он любит нас, и что мы покрыты Его любовью. Я хочу, чтобы вы знали. Бог-Отец желает, чтобы мы знали Его как Папу. Он желает, чтобы мы ощущали безопасность в Его любви. Он желает, чтобы мы понимали, что мы дети, сыновья и дочери. Самое важное отношение во всех сферах реальности — это отношение между Отцом и Сыном. Библия говорит нам в Евангелии от Иоанна 1 главе. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом». А кто есть Слово? Иисус. Иоанна 1 глава, 14 стих, говорит, что Слово стало плацем. Мы называем Его Иисусом, Иешуа. В самом начале были Отец и Сын. Отец, Сын и Дух были вечно вместе. Сын никогда не перестанет нуждаться в Отце, а Отец — в Сыне. Все остальные взаимоотношения происходят от отношений между Сыном и Отцом. Главное отношение — это отношения между Сыном и Отцом. И наоборот. У Отца всегда будет Сын, а у Сына — Иисуса. Всегда будет потребность в Отце, в Папе. Если посмотреть на жизни Иисуса, то мы увидим, что она строилась на Его отношениях с Отцом. Иисус сказал, что Отец ищет людей, которые будут поклоняться Ему в Духе и в Истине. Церковь. Мы всегда будем нуждаться в Отце, в Папе. И вот в чем проблема. С возрастом мы начинаем окружать себя стенами независимости, чтобы защититься от травм. Мы начинаем думать, что должны добиться всего сами. Мы принимаем Дух независимости. К сожалению, так мы теряем связь с Отцом. Мы перестаем понимать, что нам все равно нужен Отец. Сам Бог желает быть нашим Отцом. Мы теряем сердце ребенка. Но Иисус сказал, что если мы не станем как дети, то не увидим Царство Божие. Отец желает дать нам откровение о том, что Он — наш Отец. Ради этого и пришел Иисус. Он пришел, чтобы умереть за наши грехи и подарить нам взаимоотношения с Богом Отцом, чтобы мы познали Его отцовскую любовь. Я продолжу с того, на чем закончил на прошлой неделе. Мы откроем с вами послание к Ефесиным и посмотрим первую главу, начиная с 3 стиха. Тут сказаны удивительные слова. Тут говорится «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Павел сконцентрирован на Отце. Давайте посмотрим первую главу, с 3 по 7 стих. «Благословен Бог и Отец». Я уже говорил, что все послания Павла начинаются одинаково. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». «Является ли Иисус Спасителем и Господом Павла?» «Да». «Отдал ли Он свою жизнь Иисусу?» «Да». Но Павел смотрит дальше, на Отца, с которого все началось, и все свои послания Павел начинает с хвалы Отцу. «Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа». «Благодать вам и мир, — говорит Павел, — «благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа». Я просто обращаю ваше внимание на то, насколько важен был Отец для самого апостола Павла. «Все благословения исходят от нашего Небесного Отца». Но почему многие христиане не говорят об Отце, а лишь об Иисусе? Давайте посмотрим далее. «Написано, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким, духовным благословением в небесах». Иисус пришел благодаря любви Отца. Это откровение должно помочь нам вернуть свою идентичность и войти во взаимоотношения с Богом так, как мы к тому призваны. А далее в 4 стихе говорится вот что. «Так как Он избрал нас в Нем». А то это Он, повторяю, «благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Говорит Павел, «Так как Он избрал нас в Нем». Кто Он? И в ком в Нем? Он — это Отец. Отец избрал нас в Нем. В ком избрал? В Иисусе. Отец — это Он, а избрал Он нас в Иисусе, в Нем. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Перед кем? Перед Отцом. Отец избрал нас во Иисусе, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним. Отец избрал Иисуса, чтобы умереть на кресте вместо нас. Он взял наш грех, тем самым удалив его, приняв на Себя. Он умер за нас. Иначе говоря, Иисус умер вместо нас, приняв наш грех. Возмездие за грех смерть. Иисус умер за нас, потому что наш грех был на Нем. А когда Он умер вместо нас, мы с вами оказались без греха. Павел говорит, что благодаря тому, что Иисус умер за нас, мы стоим перед Отцом Святыми и непорочными в любви. Отец любит вас. И поэтому Он послал Иисуса умереть за вас, забрав ваш грех, чтобы тот не был преградой. Грех отделяет нас от Отца. Отец по Своей любви к нам послал Своего Сына, чтобы понести ваш грех. Он умер вместо нас, чтобы мы могли предстать перед Отцом святыми и непорочными в любви. Иисус умер за вас, потому что Отец хотел приблизить вас к Себе, убрать грех и излить на вас Свою любовь. Когда Иисус умер на кресте две тысячи лет назад, то Он забрал ваш грех. Его смерть стала наказанием за грех, прошлый, настоящий и будущий. «Все ваши грехи были прощены там, на кресте Голгофа». Часто люди приходят к Иисусу и думают, что Он прощает их за все грехи, что они совершили ранее. Но когда Иисус умер на кресте, то все ваши грехи были в будущем, ведь вы еще не родились. Иисус умер за прошлое, настоящие и будущие грехи. И вы всегда стоите перед Отцом Святыми и непорочными в любви, потому что Иисус забрал ваш грех. Библия увещевает нас, что мы приняли Дух нашего Отца, Дух Авва Отче, Которым взываем к Нему в любви. Я надеюсь, вы так же рады этой серии учений, как и я. Я чувствую, как сказал псалмист, но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Другими словами, он говорит, что пока я не уверую, что могу пережить Бога на земле, я не стал бы жить, я бы не имел надежды. И в моей жизни так же. Я ощущаю то же самое. Вот почему я хочу жить дальше, чтобы пережить встречу с Богом. Надеюсь, что эта серия учений принесла вам помощь. Хочу, чтобы вы знали, мне нужна ваша помощь. Я не только нуждаюсь в вашей помощи, Бог устроил так свое царство, что Евангелие будет распространяться его народом. Эти принципы начинаются со Скиния, когда Бог повелел Моисею собрать приношение на строительство храма. То же самое касается наших дней. Павел сказал, «Разве не должны мы, проповедующие Евангелие, собирать средства с тех, кто получает обетование?» Я хочу попросить вас, возлюбленные, если вы верите, что Бог действует через это служение, если вы верите, что учения настоящие, если я помогаю вам, то вы помогаете нам достичь мир для Иисуса. Хочу, чтобы вы знали, что за каждую душу, которой прикоснулось наше служение, вы получите награду на небесах. Те, кто поддерживает нас, благословит вас Бог, шалом. Вернемся к нашей программе. Я хочу продолжить чтение первой главы послания к Ефесиным. Начну с третьего стиха, чтобы вы знали контекст. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Для чего Отец избрал нас? Чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Иисус забрал наш грех, чтобы мы могли предстать перед Отцом, который послал Иисуса святыми и непорочными в любви. Посмотрите на пятый стих. «Он, Отец, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, кому себе? Отцу, по благоволению воли своей». Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 10 главе, «Вы не верите, потому что вы не мои овцы. Я знаю моих овец». Отец дал их мне. «Они слышат Мой голос, и никто из них не погибнет, потому что никто не сможет вырвать их из рук Отца». Я уже говорил об этом. Иисус обращается к неверующим. Он сказал, «Не ропщите между собой. Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец». Иисус сказал, «Тот, кого призовет Отец, придет ко Мне». Отец послал Иисуса, чтобы умереть за вас. И, умерев, Иисус забрал все ваши грехи. Прошлое, настоящее и будущее, чтобы вы могли стоять перед Отцом святыми и непорочными в любви. Означает ли это, что у вас нет проблем с грехом в жизни? Нет. Есть вещи, с которыми нам нужно бороться. И Отец будет наказывать, исправлять своих детей. Но не потому, что он зол, и это его гнев, а потому, что он любит их. Всякий Отец наказывает своего ребенка. А грех, который был преградой, Папа убрал благодаря Иисусу, предопределив нас. Я знаю, что некоторым не нравится слово «предопределив». Если хотите, можете вычеркнуть это слово из своей Библии. Вопрос не в том, нравится вам оно или нет. Это Писание. Если мы хотим принять слово Божие, то должны принять то, что Бог говорит нам. Он предопределил нас себе, чтобы мы были Его детьми в Иисусе Христе. Я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на что. Предопределив усыновить нас себе. Или сделать сыновьями. Я хочу поговорить с вами о сыновьях. Когда мы говорим «сын», то думаем о мужском поле. Но здесь Писание говорит не о поле. Эти слова касаются и дочерей. В Первом Послании Коринфянам сказано, что Господь призвал нас, чтобы мы были Его сыновьями и дочерьми. Если вы женщина, это касается и вас. Вы дочь, а не сын. Но когда Писание говорит, что Бог предопределил усыновить нас, то имеется в виду «и вас, прекрасных дочерей». Вы также наследница. Опять же, усыновление подразумевает как сыновей, так и дочерей, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа «по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Кто это? Это Сын. Иисус. А далее сказано «в котором». А это кто? Это опять Иисус, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. С самого начала план Божий состоял в том, чтобы усыновить нас через Иисуса. Бог Отец хотел стать нашим Отцом. Он усыновил нас в Своем Сыне, в Иисусе. И теперь мы в Иисусе. И когда мы с вами получаем усыновление Отца в Иисусе, Бог желает, чтобы мы познали Его как Отца. Это и есть цель Евангелия. Суть Евангелия в том, чтобы мы с вами познали Бога как Папу, как Отца. От осознания этого наше сердце должно растаять, смириться, стать как у ребенка, чтобы мы взывали, как говорится в послании к римлянам, «Авва Отче». Я хочу призвать вас смирить свое сердце. Начните призывать Бога как ребенок. Говорите, «Боже, спасибо, что Ты мой Папа, мой Отец. Помоги мне смягчить свое сердце, Авва. Помоги мне снова обращаться к Тебе как ребенок. Помоги мне познать Тебя как Папу, как Авву». Вот чего желает Отец, если мы с вами оставим свою независимость и гордыню и попытаемся стать ребенком, познать Бога как Отца, полагаться на Его любовь, видеть Бога таким, какой Он есть, а Он есть Альфа и Омега. Начало и конец. Видеть Бога в славе и понимать, что мы Его дети, что Его ДНК в нас, то это решит все наши проблемы с нашей идентичностью. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как люди определяют себя в Писании. Мы видим множество генеалогий в Слове Божьем. Все становятся известны благодаря Своему Отцу. Иными словами, даже в Евангелиях мы видим, что такое-то и такое-то это сын такого-то, а тот сын такого-то. Я еще покажу вам это. Но вопрос в том, почему этого человека не называют тем, кем он является. Иными словами, если вас зовут Кен или Джилл Уоллес, то почему Писание не назовет вас Джилл Уоллес или Кен Уоллес? Оно скажет, Джилл, сын такого-то, или дочь такого-то. Я уже говорил о вопросе Пола. Или Кен, сын такого-то человека. В Писании людей всегда идентифицировали по Отцу. Почему? Потому что мы можем найти свою идентичность лишь тогда, когда мы знаем, кто наш Отец. И когда мы познаем Бога как своего Отца, вот тогда-то мы и откроем свою настоящую сущность. Мы должны понимать, насколько важно сконцентрироваться на этом. Мы должны изменить свой язык молитвы. Мы должны сконцентрироваться на нашем хождении с Богом и сказать, «Боже, открой себя как Авва, Отец мой. дай мне познать твою любовь». Это возможно лишь через откровение. Я не могу открыть вам его. Только Дух Святой, только Иисус может открыть вам Бога как вашего Отца. Иисус сказал, «Никто не знает Сына, кроме Отца». И Отца не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть. Иисус есть путь. Мы должны говорить, «Отче, открой себя через Иисуса». «Иисус, открой мне Отца». Если вы будете работать над этим, иногда это приходит как откровение. Я знаю, что во время этого цикла о Боге Отце многие из вас переживут встречу с Отцом и с Иисусом через Духа Святого. Бог откроет вам свою любовь. Вы познаете Бога как Отца. Это случится в одно мгновение. Другим же Он будет открываться шаг за шагом. Важно лишь то, чтобы вы получили откровение. Поэтому я хочу сказать вам, пусть это не будет просто циклом проповедей. Сконцентрируйтесь, молитесь об этом. Начните взывать к Богу, к вашему Отцу из глубин сердца. Скажите, Боже, Отец мой, открой мне свою любовь. Отче, помоги мне познать тебя как папу. Иисус, открой мне свою любовь и любовь нашего небесного Отца. Церковь, когда мы поймем это, это изменит все ваши взаимоотношения. Возмездие за грех это смерть. Иисус умер за нас, потому что наш грех был на нем. А когда он умер вместо нас, мы с вами оказались без греха. Павел говорит, что благодаря тому, что Иисус умер за нас, мы стоим перед Отцом святыми и непорочными в любви. Отец любит нас. Мы увидимся с вами через одну неделю. Обязательно закажите весь этот цикл, о котором сегодня мы говорили. Пусть Бог благословит вас во имя Иисуса, во имя Иешуаха Машиаха. Я люблю вас. Шалом. Надеюсь, вас благословила сегодняшняя программа. А сейчас хочу дать вам еще одну большую возможность. Возможность давать. Иисус сказал блажение давать, чем принимать. Давай мы отражаем природу Христа, потому что Бог по своей природе даятель. Он так сильно полюбил нас, что отдал своего единственного Сына. Если вы верите в Меня и в эту программу, то откройте свое сердце Духу Святому и дайте столько, сколько Он побуждает вас дать. Я вам обещаю, делая это, вы будете преображаться в образ Христа и будете благословлены за свое послушание Богу. Спасибо вам за вашу финансовую поддержку. Благодаря ей эта программа до сих пор выходит в эфир. Будьте обильно, благословлены. Шалом, друзья. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса. Заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Рави, спасибо большое вам за цикл об освобождении. Я даже не представляла, как сильно нуждалась в нем, пока не услышал о вас. Каждую неделю я жду новый выпуск, чтобы ходить в свободе и принимать все благословения во Христе, которые Бог дает мне. Спасибо, что смело провозглашаете истину, о которой многие стесняются говорить. Бог использует вас и ваше учение, чтобы изменить мою жизнь, и я благодарю вас за это. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. Субтитры В шестой главе книги «Чисел» Бог Отец сказал Моисею и Аарону, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца». Да озарит вас Господь светом лица Своего. И будет милостив к вам, да обратит Господь к вам лицо Своё, и да дарует вам Свой мир, Свой совершенный шалом. Иисус стучится в двери вашего сердца, Он любит вас. Он хочет войти и жить вас. Для этого вам лишь нужно сказать, Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня, поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Возлюбленные, в следующий раз мы продолжим изучать эту тему. Часто мы не понимаем, что даже в возрасте нам нужен Отец. Я хочу, чтобы вы знали, нам очень нужен Отец. Иисус всегда нуждался в Отце. Не пропустите наш следующий выпуск. Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса». Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса».